Чем для нас является философия и мировоззрение Гейдара Джамаля? Каждый человек имеет возможность к тому, чтобы определить свою позицию. Государство, как якобы неком носителе порядка, неиспосланным сверху, от неба. Год назад, 5 декабря 2016 года, в Алма-Ате умер Гейдар Джамаль. И Гейдар был моим другом и учителем. И сейчас в эти дни, конечно же, мы все вспоминаем о нем. Прошел год и появилась какая-то возможность осмыслить отсутствие этого человека в нашей жизни. Беусловно, личные воспоминания заменяются уже философским осмыслением его наследия, его политической позиции. И надо четко, совершенно еще раз проговорить о том, чем для нас является философия и мировоззрение Гейдара Джамаля. Гейдар Джамаль, безусловно, был, есть и остается подлинным революционером, для которого невыносимо и невозможно была сама система угнетения и тирании, основанная на авторитете, безусловном, так называемой власти и так называемого государства, на мифе почти сакральном и религиозном государства, как якобы неком носителе порядка, неиспосланном сверху от неба. И на том, что люди должны подчиняться правящим элитам, будучи у них буквально пылью под их ногами. Гейдар говорил, что каждый человек вследствие откровения, неиспосланного от Бога через пророков, он был мусульманином, естественно, и в исламе находил завершение своих философских поисков и своего радикального и достаточно внятного отношения к миру. Так вот, каждый человек имеет возможность к тому, чтобы определить свою позицию. Является он просто пылью в этой огромной ледяной бесконечности времени? Или он является искрой, которая пылает и которая может поджечь огонь, в котором сгорит тирания и сгорит угнетение вечности, которая так на самом деле является для человека настолько серьезной, нерешаемой, без веры, без религии проблемой. Конечно же, вспоминая Гейдара Джамаля, мы можем сказать, что он был великим русским мыслителем азербайджанского происхождения, который стоит в одном ряду с такими людьми, как Константин Леонтьев, как Достоевский. Хочется поставить его с Лениным в одном ряду, или с другими мыслителями политической мысли, но Гейдар не реализовал свои политические замыслы. Но скоро выходит его сборник стихов, полное собрание очень сильных стихов, и я вам рекомендую его найти, безусловно, я покажу его, когда он выйдет буквально на днях, я буду уже и иметь в руках, близка к завершению книга, его мыслей и его статей, которые тоже будут предложены вашему вниманию. И я думаю, что мы еще не один раз поговорим о философии и о политических взглядах и о наследии Гейдара Джамаля. Это был Максим Шевченко. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Максим Шевченко 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 Максим Шевченко